Друзья, осень на Балтике. Я вас хочу сегодня познакомить с осенним Калининградом. Конец уже октября. Мы пройдемся немножко по набережной, по песочку, по морю. Пройдемся по городу с вами. Ну и конечно еда. Я вас познакомлю с одним из лучших кафе-ресторанов. Какое-то кафе называют, ресторанов. Посетим озеро, которое находится в 100 метрах от моря. Тоже шикарное озеро. Поедим, посмотрим. Кстати, это кафе очень популярно. Там очень вкусно кормят. Как я сказала, одно из лучших кафе города Зеленоградска. Ну, он в Зеленоградске, если я еще вначале не сказала. Вот у нас стая лебедей. Четыре еще молоденьких лебедя. И, видать, папа с мамой. Вот они. У нас опять аншлаг в Калининграде. Опять наплыв туристов. Ну, сами понимаете, хочу вам сказать. Ну, конечно, как тут не наплыв туристов, если все границы закрыты. И вот Сочи, наверное, Калининград. Говорят, Калининград уже занимает первое место по посещаемости. Так что вот мы с вами в Зеленоградске. Дышим воздухом. Я думаю, что и вы со мной будете дышать. Сейчас на море у нас около 8 градусов. Но, хочу вам сказать, как бы ветер не с моря, поэтому очень хорошо. Когда ветер с моря, конечно, у нас очень холодно. Как бы кажется, вроде как волны, но нет. Так что гуляем. Наслаждаемся нашим Балтийским морем. Это вот наш знаменитый Балтийский Калининградский мор. Вот тоже очень удовольствие доставляет по нему ходить. Там всегда очень много рыбаков. Кстати, мне всегда везет, как подойду, вечно почему-то к Амбалу. Хотелось, конечно... А, кстати, было даже, вам хочу сказать, и, по-моему, горбушу мужчина поймал. Так что Балтика еще не оскудела. Дарами морскими. Вот у нас рядом с морем прямо находится источник. Это минеральная вода зеленоградская. Вот видите. Сейчас мы зайдем, посмотрим. Всегда можно налить бутылочку воды. Вон, люди наливают даже пятилитровые. Это минеральная вода, которая у нас даже продается в магазинах. Целебная, лечебная. А на фонаре и на крыше, кстати, вот иголки поднаставленные. Конечно, очень жалко. Вот голуби, как видите, садятся. Это вот взяли с Европы. Вот там на больших костелах всегда эти иголки. Вроде как мир, покой, любовь к людям, к животным. Тем не менее, вот натыканы эти иголки. Видите, удобно очень. Краник. Водичка вот открыли. Так, течет, не течет. Ну, что-то пытается. Струя маленькая. Ну, можно сказать, есть вода. Сейчас закрутим, чтобы зря не лить. Вот я вам даже табличку. Вода минеральная, питьевая, лечебно-столовая. Химический состав у друзья, как вы видите. Тут также перевод, пожалуйста, для иностранных. А вообще это называется бюфет королевы Луизы. Вот сейчас мы с набережной, с моря пойдем погуляем в город. Видите, какая красота. Просто песня. Так что еще раз, кто не был у нас, приезжайте. Я думаю, что вы не пожалеете. Ну, что, друзья, идем в город. Находимся в центральной площади города Зеленоградска. Вот это пешеходная улица, главная пешеходная улица города. Вот видите, вы еще сохранились старые немецкие дома. Кстати, вот там буточка на заднем плане синяя. Вот одна тоже единственная деревянная, которая сохранена. Это была раньше булочная у немцев. Вот она сохранена. По-моему, там сейчас какое-то агентство выкупило. Вот город, конечно, Зеленоградска, город котов. Здесь очень все любят. Посмотрите, какие к везде кафешки. Такие замечательные. Город очень красивый, тихий для отдыха, просто незаменим. Это вот у нас еще, видите, как только начали деревья желтеть. Осень, можно сказать, в полном разгаре. Сейчас немножко пройдемся по улицам города. А сейчас здесь вот экскурсии проходят. Вот это вот. лапочка за рыбкой пришел на сковородке вот специально для них такая кормушка сейчас мы посмотрим видите как домики там вдалеке построен специальная кормушка что вы можете приобрести видите кота кормушка он дружок уже сидит ждет не даром город котов и кошек вот видите какая у нас тут скульптура на раз селфи но без нашего музыка как обойтись на чемодане ну как конечно как сядешь это в тяночку то есть можно сказать перекресток если не ошибаюсь из пяти дорог вот эти вот три идут к морю видите какой старый душевный город у нас вот видите еще на доме такая мемориальная доска что в этом доме размещался штаб 292 стрелкового ордена суворова третьей степени полка его полк первым вошел в город кранц 4 февраля 1945 года впечатляет видите какая прогулка здесь можно гулять 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 тоже маленькие домики хорошо отреставрированы брусчатка еще немецкая во первых от калининграда если кто посещает здесь 20 но от силы 30 минут и вот и уже на море вы ты вот поэтому очень душевно ну что мы с вами немножечко прогулялись по городу зеленоградскую бывшему кранц хочу сказать мы сейчас пойдем на озеро посмотрим сто метров от моря тоже замечательное место удивительно отдохнуть но естественно пойдем в кафе и ресторан откушаем ну вот мы подошли к озеру который находится тоже в центре города зеленоградская вот сто метров от моря он там просвет недалеко чудесное место вот видите как у нас еще конец октября а по сути дела все еще зеленое наши друзья уточки никуда не улетают вон видите какие упитанные им здесь хорошо шикарно кормят их кормят их Продолжение следует... Продолжение следует... Да, удивительный такой парк. Хорошо к нему, что повернулись лицом. Немножко вот ремонтировали, реставрировали, подделали. Одно удовольствие гулять. Вот видите, конец октября. Я так думаю, утки наши никуда не улетят. Здесь еще по всему парку разбросаны грибы. Вот такие вот. И съедобные, и несъедобные для общего развития. И вот у каждого такая табличка. Ну, мы с вами попали на мухомор красный. Вот все о нем описано. Ядовитый гриб. Так что здесь можно встретить и белый, и подосиновик, и бледную поганку. Ну, топенок. Птиц, конечно, немоверное количество. На этом как бы небольшом вот озере. Вот сыроежка. О, сейчас мы посмотрим, что тут творится. А, собачки испугались. А так все он... Здесь еще один мостик соединяющий. О, и до бледной поганки тут дошли, нашли, друзья. Написано, друзья, это грусть. И вообще, если подумала издалека, это как бы белый. Ну, не знаю. Грусть настоящий. О, так по всему. По озеру. Вон, видите, вдалеке дюны, море. Тут еще... Гриб тут у нас. Посмотрим. Не могу так сказать. Вроде на масленок похож. Но могу и ошибиться. А, нет, нет. Масленок, друзья. Вот мы с вами так даже, можно сказать, прошлись. Вспомнили, какие грибы существуют. Вот очень удобно, кстати. Красиво. Красиво.